Ничто человеческое не чуждо и четвероногим. Знакомьтесь, это жаде, мальтийская баллонка. Собаки этой породы были любимицами французских монархов. Гламурные прелестницы, которые так и просятся на обложку глянцевого журнала. Наша героиня скромна, что отнюдь не исключает регулярных походов на груминг. По плану вычесывание, мытье и стрижка. Ответственная за преображение мастер Алена Башкаева. Первый этап – чистка ушей. Он важный, говорит специалист. Нехитрое действие способствует профилактике отитов и других заболеваний. Далее – манитюр по собачьи. Квадрат или овал? У нашего клиента нет пожеланий к форме когтей. Главное – привести их в порядок. Еще у собачки есть такой пятый коготок. Его всегда обязательно надо проверять, чтобы он не вырастал. Тоже или обрезать, или запиливать. Также слаб нужно снять лишнюю шерсть. Если она слишком длинная, между подушечками пальцев будет скапливаться пыль и грязь. Это может привести к раздражению и воспалению. Для владельцев это удобно. Лапки с прогулки мыть. Просто можно протереть тряпочкой. И хорошо, когда нет лишней вот этой шерсти. Далее – вычесывание. Для разных пород разные инструменты. У специалиста в арсенале – массажные щетки и всевозможные гребни с металлическими зубьями. Она без колтунов, без всякого песка. То есть, так как часто ухаживают за ней, легче работать. Теперь – стрижка. Пожелание жади – короткая, удобная в уходе шерсть. Вот эта порода собак, она как бы не вызывает аллергии, потому что у них нет подшерстка второго, и они не линяют. Но единственное, этих собак надо всегда стричь. Не обойтись и без водных процедур. Тут трехступенчатая система ухода. Сначала – очищение. Используем шампунь для собак. Средства для людей животным не подходят. У нас разный тип кожи. Наши шампуни высушивают шерсть. Может, у собаки появится перхоти, всякие аллергичные реакции. Кондиционер подарит эффект блеска и шелковистости шерсти. Вытираем полотенцем и сушим феном. А теперь финальная стадия преображения. Начинаем с лапок. Мы их причесываем. Нам нужно сейчас сделать окантовку лапки. Подравнивается шерсть на брюшке, спине и боках. Добавим ярких красок в весенний образ. Для очаровательной жадии подойдет фиолетовая пудра. Стрижка – это не только про красоту. Мальтийской баллонке она необходима для здоровья. Короткая шерсть не будет ограничивать движение собаки и упростит ежедневный уход. Теперь жадия готова покорять парки и скверы города. Ну и напоследок финальный штрих. Духи. С ароматом миндуля. О, все. Весной очень важно обработать собаку от блох и клещей. Для этого подойдут таблетки, капли или защитные ошейники. Процедура проводится по инструкции. Обычно один раз в месяц. Также нужно защитить четвероногого друга от нашествия летучих насекомых. Всех крупных собак, ну и даже средних пород собак, желательно обрабатывать от комаров. Потому что они передают такую болезнь, как дирофилериоз. То есть спреи, обладающие репеллентным действием. Либо таблетки, например, с мельбимицином и так далее. Раз в месяц. На весь период лета. Не забудьте и о ежегодных прививках. Лучше делать все согласно графику вакцинации. Ксения Баканова, Константин Головин. События.